Всем привет мои дорогие друзья я рад вам всем что вы пришли на мой ролик хочу сказать что если же вы хотите посмотреть больше контента то он уже есть на неделю вперед в бусте стоимость подписки 25 рублей говорю заранее также есть контент который я могу сделать лично под заказ говорю заранее снова я потому что по 250 раз устал в общем я хочу сказать то что не забывайте что я работаю для себя и для вас как же я хочу вам еще сказать что не забывайте в основном все спасибо за внимание переходим к ролику поговорим об условиях как только фьюри услышал эти слова его хорошее настроение мгновенно испортилось когда то не увидел такую реакцию он злобно ухмыльнулся в сторону фьюри тот ему очень не нравился с самого начала их знакомства складывалось впечатление будто им не поладить друг с другом фьюри казался очень властным и скрытным человеком и это заставляло то не чувствовать словно фьюри постоянно что-то замышляет что у тебя на уме спросил фьюри с раздражением хотя он хорошо это скрывал ну давай перейдем в более удобную комнату неправильно как-то обсуждать такое в окружении мертвых говорит питер и фьюри отводит их в конференц-зал с большим столом окруженным креслами на колесиках только вошли они в комнату как питер достал свой т-призрак и включил крошечный переключатель на его боковой стороне мгновенно все подслушивающие устройства и камеры в комнате стали бесполезными по крайней мере на время пока т-призрак питера не окажется вне зоны досягаемости или пока переключатель не будет переключен снова вот так то лучше пробормотал питер убирая телефон и садясь рядом с тони фьюри выглядел раздраженным и закатил свой единственный глаз когда тоже занял место каковы ваши условия спросил фьюри не обращая внимания на самодовольный взгляд тони поскольку здесь нет других сверх мощных личностей это значит что мы сто не будем присоединяться первыми верно да у меня есть пара агентов которых я хочу привлечь а также усиленный человек находящийся сейчас не в городе но вы будете первыми двумя официально присоединившимися супер людьми кивает фьюри питер мгновенно понял что фьюри говорит о кэрол дэнверс нынешнее место положение которой за пределами планеты они в городе только давай не называть то не супер человеком у него классный костюм вот и все питер подшучивает на тони который поворачивается к нему с раздраженным взглядом и долго ты будешь тараторить об этом вздыхает тони угу а теперь к делу говорит питер поворачиваясь к фьюри поскольку мы сто не будем первыми участниками этой команды я думаю самое время разобраться как она будет работать на нас и будущих членов тони кивнул удивленный что уже собирался согласиться присоединиться не обсудив этот вопрос я такой идиот подумал тони логично фьюри кивнул доставая папку с документами принцип будешь схож с нашими нынешними отношениями с тобой ты уже работаешь с щитом спросил то не у питера я подрядчик они дают работу а дальше я решаю соглашаться или нет достать тебя из пустыни поручили именно они помнишь ах да пробормотал то не в осознании так ты хочешь чтобы мы были подрядчиками звучит вроде неплохо в обмен на вашу помощь щит солидно вам заплатит хотя никто из вас не нуждается в деньгах другие формы оплаты при желании можно обговорить с каждым членом отдельно предлагает фьюри хорошо кивает питер не находя в этом ничего плохого что насчет неприкосновенности ты подразумеваешь от правонарушения или своих действий в бою спрашивает фьюри действий в бою будь то также правонарушения или иное питер уточняет и объясняет дальше теоретически говоря если команда мстителей отправится на задание и она закончится неудачей мне не хочется становиться козлом отпущения для власть имущих мы оказываем услугу щаиту не наоборот не хочется помогать вам и впоследствии нести ответственность за эту помощь это можно включить в контракт сказал фьюри после некоторого раздумия кто будет исполнять эту часть контракта в разговор вклинивается тони по словам коллсона щит отделен от любого правительственного органа нам нужно соглашение верховного суда либо самого президента услышав его лицо фьюри скривилась в раздумье то не еще больше все усложнил я должен поговорить с власть имущими прежде чем обещать нечто подобное но вероятно мы сможем добиться этого фьюри кивает используя ту же фразочку что и питер ему предстоит поговорить об этом с советом мировой безопасности а это будет непросто ведь они уже давно отменили план инициативы мстители теперь о подготовке сомневаюсь я что большинство вступивших в организацию людей будут способны сражаться или контролировать свои силы мне самому потребовалось некоторое время для обретения контроля над силами поэтому я понимаю о чем говорю будущие участники будут обязаны пройти определенную подготовку и испытания прежде чем им будет позволено отправиться на миссии объясняет питер и все вокруг кивают в знак согласия агенты которых я хочу взять в команду могут быть инструкторами для новеньких другие агенты счета могут помогать им при необходимости фьюри легко соглашается хорошо теперь перейдем к миссиям говорит питер задумавшись на мгновение окунемся снова в теорию допустим в какой-то стране происходит геноцид из-за политики власть имущие не торопятся вмешиваться а значит мстители не получат спасательную миссию как нам помешать этому это трудный вопрос говорит фьюри не имея ни единой подсказки поскольку мы подрядчики мы можем просто отправиться на любую миссию какую захотим щит не может указывать нам что делать говорит тони не видя проблемы ответственность тони говорит питер обращаясь к их предыдущей теме поскольку миссия будет дана нищетом вся ответственность за уничтожение имущества смерти и любые другие нарушения закона будет на нас тишина заполнила комнату пока все трое думали над решением питер заговорил первым так как в его голове сформировалась идея а если сделать мстителей отдельной вне правительственной организацией говорит питер шокируя и тони и фьюри и как это вообще поможет спрашивает тони тогда как нам добиться согласия властей спрашивает фьюри которому не противна эта идея ведь она позволит обойти совет мировой безопасности как ищет мстители выйдут за пределы компетенции власти или сферы деятельности любого правительства мы сможем идти куда захотим и помогать кому захотим и вопрос ответственности больше не будет актуальным так как мы получим поддержку правительства сша и любой другой страны которая захочет поддержать нас питер сначала отвечает на вопрос тони а затем обращается к фьюри от кого потребуется согласие для этого мое начальство никогда не согласится на это поэтому следующим лучшим вариантом будет президент как только президент обама будет вовлечен в процесс вы сможете использовать его связи для привлечения организации объединенных наций после этого можно считать что все готово ответил фьюри ему не нравился этот план ведь он терял часть власти в этой сделке но он знал что это единственный способ осуществить его давний план без помех и ты не против не похоже что твое начальство будет хлопать в ладоши озадаченно спросил тони я уже очень долгое время пытаюсь запустить инициативу мстители если мир нуждается в защите именно таким образом то я согласен фьюри говорит гораздо более искренне чем они думали технически у него есть фаза 2 на которую он может опереться это разработанный щитом план по созданию оружия использующего силу тессеракта однако фьюри гораздо больше верит в фазу 1 инициатива мстители но не стоит слишком расстраиваться по этому случаю нам все равно понадобится помощь щита обучение и информации только вы можете предложить ее так что мы все равно будем работать вместе я без проблем приму тех трех человек которых ты планировал вовлечь говорит питер осознавая что щит в любом случае будет задействован нам также следует назначить руководителей кто-то ведь должен руководить всей организацией говорит тони в его голосе ясно слышатся опасения в комнате воцаряется тишина пока все думают над этим вопросом на этот раз первым заговорил фьюри как руководитель собственной организации могу дать вам несколько советов предлагает фьюри давай мы слушаем питер жестом попросил его продолжать вы можете создать совет который будет заниматься вопросами управления на высшем уровне этот совет может назначить директора вроде меня который будет управлять организацией в целом объясняет фьюри так вот как управляется щит спрашивает тони я не могу подтвердить или опровергнуть фьюри качает головой значит так да бормочет тони читая между строк кто будет в нашем совете спрашивает питер для начала трое из нас говорит фьюри пробуя влезть в состав мы спрашивает тони приподняв бровь да мы повторяет фьюри с серьезным кивком инициатива мстители была моим планом прежде всего я работал над ней 15 лет своей жизни собирая информацию о каждом усиленном человеке я отказываюсь остаться в стороне кроме того с моим участием щит в целом будет более склонен поддержать все это тони начал спорить с фьюри но питер отстранился когда начал обдумывать всю эту ситуацию фьюри надежный человек единственная его проблема это его преданность коррумпированной организации у него может и жесткая злобная внешняя оболочка но этот человек делает все для защиты мира что питер уважал тишина крикнул питер придя к решению мгновенно тони и фьюри прекратили спорить и повернулись к питеру мы даже не приступили к реализации этого проекта сейчас все это просто задумка попробуем уломать президента прежде чем начинать спорить о должностях в совете вмешивается питер усмиряя комнату фьюри достоин доверия но он не знает о раковой опухоли поразившие его организацию питер должен как-то предупредить его или вообще прямо рассказать о существовании гидры хотя сначала ему потребуется доказательство своих слов в противном случае питер ни за что не позволит фьюри занять какую-либо должность в совете мстителей для этого поздновато отвечает тони глядя на часы уже за полночь президент в настоящее время в белом доме спросил питер повернувшись к фьюри да но через неделю он покинет страну у него саммит в японии сказал фьюри каким-то образом зная расписание президента наизусть отлично я подберу вас двоих завтра около обеда и доставлю нас в белый дом бесстрастно говорит питер вставая со своего места может назначим встречу говорит тони и фьюри кивает в знак согласия я отправлю ему сообщение в личку твиттера этого должно хватить питер пожимает плечами и поворачивается к фьюри поскольку твоему начальству это не по душе думаю тебе стоит держать наши текущие планы в тайне соглашусь тогда нужно уничтожить записи камер наблюдения в этой комнате говорит фьюри ведь совет мировой безопасности может запросто получить к ним доступ не беспокойся об этом говорит питер доставая свой телефон я заблокировал все как только мы вошли хорошая работа вебхед говорит тони похлопывая питера по плечу как я уже неоднократно говорил питер говорит глядя в глаза фьюри я не доверяю щаиту в целом многие из вас добросердечны и желают защищать мир но не у всех добрые намерения питер пытался намекнуть ему и фьюри похоже легко это заметил есть ли что-то чего я не знаю спросил фьюри приподняв бровь нет но будь осторожен с информацией которую ты позволяешь кому-либо знать даже люди самого высокого уровня могут отвернуться от тебя единственные люди которым я хоть немного доверяю в щаите это наташи колсону и тебе причем ты занимаешь последнее место в этом списке объясняет питер хорошо я буду держать наши планы в тайне по возможности фьюри соглашается находя в питере родственную душу вижу здесь мы закончили говорит тони вставая отправь меня домой вебхед сегодня выдался долгий денек да и завтра обещает быть таким же кивнув ему питер открывает портал в дом тони и они оба оставляют позади размышляющего ника фьюри он был уверен что питер знает что-то о щаите о чем не торопится говорить вопрос в следующем что же он такого знает попрощившись с тони питер подобрал удобное место для портала домой и обнаружил что м джей нет и мы ждут его как если бы произошло какое-то громкое событие что спросил питер за долю секунды облачившись в свою обычную одежду ты уничтожил гигантского робота со своим новым другом железным человеком и думаешь нам все равно сказал м джей пока по телевизору показывали новости с многочисленными видеозаписями боя ох точно пробормотал питер уже и забыв об этом извини я только закончил встречу с твоим отцом и совсем вылетела из головы что почему спрашивает м джей а нет и мы замолкают и с любопытством слушают питер объясняет все произошедшее шокируя всех в комнате они узнали буквально обо всем от конфликта с железным торговцем до трупов инопланетян значит завтра ты идешь на встречу с президентом с трепетом и волнением спрашивает мэй она голосовала за обаму и была его сторонницей поэтому ситуация превратилась в нечто похожее на инцидент с опрой да именно поэтому мне пора в постель говорит питер подходя и притягивая м джей в свои объятия уже поздно не хочешь переночевать у меня нет отвернулся прикрывая свои невинные девственные глазки а мэй с другой стороны пристально следила за происходящим будто перед ней разыгрывалась сцена из одной корейской дорамы я я я запиналась мэй прежде чем заметила дразнящую ухмылку на лице питера она сразу же поняла что он разыгрывает ее ответив на его ухмылку своей собственной м джей быстро поднимает колено в направлении нижней области питера ухмылка питера мгновенно исчезает поскольку срабатывает его паучье чутье осторожнее говорит питер легко останавливая ее колено рукой как мы потом будет заделывать детишек если ты повредишь мое мужское достоинство а я хочу не меньше двух внуков мэй вставила свои две копейки у нас не будет детей огрызнулась м джей ее смущение было понятно всем в комнате пока нет вновь влезла мэй когда м джей и нет ушли питер пошел в свою комнату и отправил сообщение президенту на его официальный аккаунт в твиттере сообщив что он прибудет с двумя гостями завтра около обеда к счастью завтра не было школы подобно случаю когда мы узнала о его аккаунте в твиттере на следующее утро питера разбудила взволнованная тетя он проспал больше обычного и ей не хотелось чтобы он опоздал на встречу с президентом она даже начала рыцать его шкафу в поисках статной одежды напрочь упустив из виду что питер будет в своем костюме человека паука отделавшись от слишком взволнованной тети питер благодаря порталу вошел в дом тони где нашел фьюри терпеливо ожидающего в гостиной с двумя вчерашними попками в руках то не готов спросил питер мистер старк сейчас просыпается ответил джарвиз через динамики фьюри выглядел раздраженным тони а это говорит о том что тот наверняка спал когда он пришел сюда прождав недобрых 20 минут наконец показался то не в очень дорогом на вид костюме питер решил не давать фьюри и то не времени на споры поскольку чувствовал мгновенное напряжение в комнате и открыл портал прямо в овальный кабинет так называется кабинет президента в белом доме он только надеялся что барак не будет повторять за клиентоном и использовать свой кабинет для чего-нибудь интимного пройдя через портал питер увидел за столом барака абаму который перебирал какие-то бумаги и разговаривал по телефону с каким-то иностранным министром да и если они пересекут границу вашей страны мы гарантируем помощь но этого еще не произошло очень узнаваемый голос президента раздается по кабинету услышав шорох в комнате президент поднимает взгляд от своего стола и видит как человек-паук тони старк и директор счета входят в его кабинет через какое-то круглое отверстие в пространстве я перезвоню вам говорит он и кладет трубку когда портал закрывается за его гостями человек-паук старк почему вы здесь как только барак спрашивает об этом в комнату вбегают 15 агентов секретной службы с пистолетами на готове опознав незваных гостей они на мгновение замирают не зная как поступить в данной ситуации ты не заходил в личку спрашивает питер полностью игнорируя людей с оружием и занимая место в одном из кресел напротив президента смущенно доставая свой телефон обама открывает твиттер и видит сообщение от человека-паука вы ведь понимаете что не можете просто послать мне сообщение в твиттер и прийти сюда недоверчиво говорит обама ну нам нужно поговорить можешь попросить громил удалиться питер пожимает плечами глядя на растерянных агентов секретной службы без обид немного подумав президент просит их уйти и они неохотно и смущенно следуют приказу хорошо теперь секундочку говорит питер доставая свой телефон и включая переключатель защиты от наблюдения отлично теперь наш разговор останется конфиденциальным что в замешательстве спрашивает президент он обесценил все камеры и подслушивающие устройства говорит тони занимая место рядом с питером директор фьюри не могли бы вы объяснить что происходит спрашивает он единственного знакомого в комнате нам нужна ваша помощь говорит фьюри подходя и передавая файл в инициативе мстители просматривая документ президент был приятно удивлен предусмотрительностью счета видимо они знали о существовании сверх мощных людей за много лет до дебюта человека паука и железного человека это выглядит интересно только я не знаю чего вы от меня хотите говорит он откладывая папку тони и человек паук высказали свои соображения что несколько изменило план отвечает фьюри жестом призывая начать питера ведь именно он был инициатором всего этого мы хотим сделать мстителей организацией подобной счету мы беспокоимся об ответственности питер рассказывает обо всем о чем они говорили накануне вечером понятно бормочет обама выслушав все нам нравится план мстители но его реализация требует более тщательного обдумывания и планирования чем просто объединение нескольких сверх мощных личностей для борьбы с любыми серьезными угрозами тони добавляет свои мысли слегка подкалывая фьюри почему вы не можете просто присоединиться в конце концов это именно та организация которую вы пытаетесь создать спрашивает он я не доверяю людям на троне счета если и делать это то только так заявляет питер получая кивок от тони обдумывая услышанное обама согласился со словами питера у него всегда было странное чувство от александра пирса который входит в совет мировой безопасности не говоря уже о том что щит многое скрывает даже от него что раздражало каждого президента с момента создания щита хорошо немного неохотно кивает президент потребует определенная подготовка но она того стоит и так вы согласны спрашивает тони и на его губах появляется победная ухмылка тони все еще не доверял правительству но он уже начинал радоваться предстоящей перспективе да однако один из вас отправится со мной в японию на следующей неделе мы должны объяснить все это некоторым нашим союзникам и привлечь их к участию как только на нашей стороне будут представители нескольких более влиятельных стран он все остальное встанет на свои места после продолжительного разговора с президентом питер вернулся домой где наконец то провел некоторое время со своими близкими в последнее время он проводил все свое свободное время с тони это было интересно но питер скучал по своей тети девушке и лучшему другу привлечение президента к их плану было правильной идеей тот перечислил необходимые страны ООН чья поддержка позволит задуманному выйти в свет Соединенные Штаты Америки Китай Россия Германия Великобритания Франция Южная Корея Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты Все вышеперечисленные страны являются самыми влиятельными в организации объединенных наций если хотя бы пять из них присоединятся к плану, не считая США организация, Мстители, станет реальностью к счастью через неделю ООН проводила саммит в Японии так что их возможность представится в ближайшее время это гораздо более сложный путь к созданию у Мстителей, но результат будет стоить тех усилий Ради процветания в долгосрочной перспективе и во избежание возникших проблем в фильмах Мстители должны стать чем-то большим, чем являлись изначально Особенно необходимо отделить их от бомбы замедленного действия, известной как ЩИТ Говоря о ЩАИТе может, Мстители смогут принять его остатки после уничтожения Гидры Поглощение ЩИТа неплохая цель в долгосрочной перспективе Хотя это во многом зависит от обстоятельств Возвращаясь к жизни Питера в Куинсе компания Parker Games начала купаться в деньгах и даже новости подхватили успех компании Игровая аудитория насчитывала 26 миллионов игроков а ежемесячный доход составлял около 70 миллионов долларов что показалось ему сумасшедшим Со всеми этими поступающими деньгами Питер попросил Мэй снова связаться со знакомой юристкой и посоветоваться с ней о хорошем бухгалтере который сможет бы вести их бухгалтерию Питер был слишком занят а Мэй никогда не оставит работу медсестры поэтому им нужен был специалист способный управлять деньгами компании и вовремя уплачивать налоги Что касается новостей они начали освещать новую и популярную игру Candy Crush Им не потребовалось много времени для вычисления стоящих за Parker Games лиц поскольку такая информация публична Все началось с местной редакции которая опубликовала статью в газете и в интернете о Питере Паркере основном владельце и создателе Parker Games Компании, лежащей в основе популярной игры Candy Crush С открытием занавеса все новостные станции, газеты и журналы стали публиковать статьи о Candy Crush и ее выдающемся создателе Пока Питер узнавал об этом от Неда, который с волнением отправлял ему СМС со статьями и новостными роликами на улице остановился новостной фургон и к домофону квартиры подбежал журналист Звездочка гудки звездочка Подойдя к трубке, Питер придержил кнопку и заговорил Алла Здравствуйте, это Кейт Саммерс из 4 новостного канала Вы Питер Паркер? Спрашивает она и после короткого разговора по домофону Питер спускается вниз, чтобы женщина взяла у него интервью Питер не хотел приводить людей из новостей наверх так как Мэй уже доказала, что не в состоянии держать язык за зубами в квартире Интервью состояло из случайных вопросов о его разработке игр учебе в школе и Паркер Геймс Это были не центральные новости поэтому интервью длилось не более 15 минут Получив желаемое, съемочная группа быстро собрала вещи и уехала к следующему сюжету Питеру было глубоко начхать на известность в образе Питера Паркера и поэтому он не желал давать интервью, но огласка игры стоила тога Кенди Краш набрала 25 миллионов игроков без какой-либо рекламы При телевизионном освещении игры Питер не удивится, если эта база игроков удвоится только благодаря новостям Интервью было оглашено в новостях на следующий день, но Питера это уже не волновало К этому моменту он работал над созданием своего собственного Джарвиса Были выходные, так что Питеру не нужно было беспокоиться о школе Хотя он знал, что с наступлением понедельника его завалят одноклассники с вопросами о Кенди Краш Может все же следовало скрыть свою причастность к Паркер Геймс Подумал Питер, уже жалея о своем решении Пока Питер размышлял об этом, одновременно с этим он на своем Н-Призраке взломывал университеты и другие учреждения в поисках данных об исследованиях в области искусственного интеллекта Питер мог начать с нуля, используя свои навыки и все известное ему о Джарвисе, чтобы создать свой ИИИ, но это долгий путь Лучше всего получить некоторую информацию, способную дать толчок проекту еще до его начала Хрена лысого вам, думал Питер, пока его пальцы печатали как сумасшедшие, крадя столько данных и исследований, сколько вообще возможно Причиной, по которой Питер так сильно хочет иметь ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Можно сделать практически все. Достаточно умный Иэй, возможно, мог бы управлять Паркер Геймс и одновременно создавать игры для релиза. От Питера потребуется только идея игры и несколько концепт-артов, и Иэй сможет творить волшебство. Не говоря уже о применении Иэй во время патрулирования улиц. Пусть нет и занимает место его диспетчера, он все еще человек. В то время как Иэй способен взломать камеры наблюдения по всему Нью-Йорку и держать Питера в курсе всех преступлений. Правда, для этого потребуется больше мощей, чем у Джарвиса, ведь даже Иэй Тони не сможет следить за таким количеством направлений. При одной мысли о том, сколько обязанностей и забот Питер сможет взвалить на искусственный интеллект, на его лице появляется улыбка. Неделя спустя. После недельной работы над своим Иэй и преследований в школе из-за кинди-краж, где большинство его одноклассников выпрашивали бесплатное золото, Питер летел в первом классе на президентском самолете. Как всегда, Питер был облачен в костюм Человека-паука. Фьюри возглавляет целую всемирную организацию, поэтому не смог сопровождать президента. К тому же, если бы он полетел с ним, то предупредил бы Совет мировой безопасности об их планах. Что касается Тони, то он находится в процессе переезда. После всех событий в Лос-Анджелесе, он хочет переехать и перенести штаб-квартиру своей компании. Так получилось, что в качестве нового дома он выбрал Нью-Йорк. И нет, это решение определенно не связано с тем, что там проживает его новый надежный друг, Человек-паук. У Старк Индастрис уже есть филиал в Нью-Йорке, и у Тони множество пентхаусов и особняков по всему миру, поэтому ему не пришлось строить небоскреб или покупать дом. Менее чем через месяц Тони и Старк Индастрис будут считаться жителями Нью-Йорка. В курсе, что я могу просто переправить нас в Японию, так ведь? Питер напомнил президенту, который сидел напротив него и пил кофе. Знаю, но, будучи президентом, надо соблюдать определенные правила при въезде в другую страну, говорит Обама, ставя кофе на стол. Кроме того, я не хочу пугать наших союзников, появляясь через портал. Ты хоть представляешь с какой легкостью мы можем завоевать мир с такой способностью? Выслушав его аргументы, Питер оставалось только кивнуть. Отправление армии США, которая является одной из сильнейших армий на Земле, через порталы в столицу каждой страны было бы действительно легчайшим способом захватить мир. Не будь комар-тадж хранителем мира, Питер был уверен, что кто-то допровернул бы это. Ты прав, поддерживать мир после этого было бы сущим адом, сказал Питер, получив кивок от президента. От одной мысли о последующих народных волнениях у него разболелась голова. Проведя некоторое время в самолете и насладившись видом, Питер заскучал и отправился домой. Вернется он, когда президент пришлет ему сообщение о скорой посадке. Все верно, сначала древнее, а теперь у Питера есть контактная информация президента Соединенных Штатов Америки. Круто все-таки бытие Человеком-пауком, подумал Питер, ныряя в свою кровать. Когда Питер собирался вздремнуть, его телефон завибрировал и включился. Посмотрев на экран, он увидел сообщение от М.Джей. М.Джей, ты будешь занят или сможешь прийти на рождественский ужин на следующей неделе? Уже Рождество. Застыл Питер, забыв из-за столь насыщенной жизни в последнее время. Воу, так я пропустил день благодарения один и Хэллоуин. Питер, я даже не заметил, что на дворе декабрь. М.Джей, лол, так снег не просто так идет. Выглянув в окно, Питер заметил падающий с неба снег, покрывающий землю внизу. Вот дерьмо, а она права, пробормотал Питер. Питер, конечно приду. Собираемся за день до Рождества или в день празднования. М.Джей, в день Рождества. Мэй тоже придет. Питер, а что с Недом? М.Джей, к нему приезжают родственники, и он не сможет прийти. Завершив некоторые вопросы и немного поболтав, Питер достал свой Н-призрак и начал искать лучший рождественский подарок для М.Джей и всех остальных. Какой смысл в богатстве, если человек не может купить достойные подарки по особым праздникам? Его напряженная жизнь вынудила пропустить некоторые праздники, но Рождество в их число точно не войдет. Один день благодарения официальный праздник США в память первых колонистов Массачусетса, отмечаемый в последний четверг ноября. Просмотрев некоторое время виды рождественских подарков, Питер заказал несколько вещей и немного вздремнул, как и планировал изначально. Спустя неизвестно сколько времени, Питера разбудил звук гудков с его телефона. Посмотрев на источник шума, он увидел сообщение от президента, поэтому быстро облачился в костюм Человека-паука и с помощью портала вернулся в самолет. И краткое о. Сказал Питер, ступив на борт самолета и ощутив тот самый момент приземления на взлетно-посадочную полосу в Токио. До сих пор представить не могу, насколько же удобны твои порталы, комментирует Обама, когда портал за Питером закрывается. Ага, это одна из моих самых любимых способностей, отвечает Питер, когда самолет замедляется, а после и вовсе останавливается. Некоторые агенты секретной службы уже стояли на взлетной полосе, ожидая прибытия президента, тогда как агенты на борту самолета провели быструю проверку, прежде чем открыть выходной люк. Перед выходом президента из самолета секретной службы пришлось провести многократную проверку территории, что заняло около 30 минут. Когда они наконец смогли выйти, президент и Человек-паук спустились по тропу к агентам снаружи, шокируя японских высокопоставленных лиц, пришедших на церемонию приветствия президента. Никто из них не ожидал прибытия Человека-паука, ведь президент держал это в тайне, не желая слишком рано информировать Совет Мировой Безопасности. Разумеется, что рано или поздно они прознают об этом, но все вовлеченные лица предпочитают тянуть до последнего. Хотя японцы и не ожидали увидеть Человека-паука, они, несомненно, тепло его встретили. В конце концов, влияние Человека-паука распространилось по всему миру. Супергероям принято восхищаться в любой культуре по всему земному шару. Более того, они приветствовали Питера гораздо более радушно и восторженно, чем Абаму, который счел всю ситуацию довольно забавной. И куда без операторов, которые снимали и фотографировали их прибытие, а это значит, что скоро весь мир узнает о взаимодействии Человека-паука и президента. Как только церемония приветствия подошла к концу, Питер запрыгнул в бронированный автомобиль вместе с президентом, откуда их сопровождали несколько машин с сотрудниками секретной службы, а также японские полицейские машины. Президент остановился в отеле, расположенном неподалеку от официальной резиденции премьер-министра Японии. Все помещение было арендовано, и президент вместе со своими агентами секретной службы заняли все комнаты. Питер не собирался размещаться в отеле, так как может в любой момент отправиться домой на ночь. Как только президент оказался в отеле под надежной охраной своих агентов, Питер отправился осматривать достопримечательности в образе Человека-паука. Перемещаясь по городу, как у себя дома, Питер прикрепил свой Т-призрак к груди и начал запись. Влаг Человека-паука в Токио определенно заинтересует его зрителей. Проносясь по городу, Питер застал несколько мелких преступлений и легко положил им конец, удивив и преступников, и жертв, поскольку ни те, ни другие не ожидали появления Человека-паука на другом конце света. А перед возвращением к президенту Питер поднялся на телевизионную башню Токио и сделал кучу селфи, выложив лучшие из них в Инсту. Вскоре после отъезда длинного президентского кортежа из аэропорта один из высокопоставленных лиц, входивших в состав приветственной группы, сел в соседний автомобиль и позвонил по телефону. Пока он уезжал, другие чиновники провожали его с величайшим уважением, тем самым подчеркивая его положение среди прочих. Звездочка гудок-гудок, звездочка. Слушаю, мужчина, смотрящий вниз с вершины высокого небоскреба в Токио, отвечает по телефону на японском языке. Мураками. Президент Америки прибыл вовремя, как и ожидалось, но он привез с собой неожиданного гостя, мужчина с приветственной церемонии говорит по телефону. Кого? Спрашивает Мураками с интересом в голосе. Человека-паука. На следующий день по прибытии, Питер вместе с президентом отправился на первый день Ассамблеи ООН. Все прошло так же скучно, как и ожидал Питер, выступления сотрудников секретариата и технических экспертов, взаимодействия с представителями гражданского общества, консультации и переговоры. Питер же пролистывал Т-призрак, читая комментарии к своему новому влогу в Японии, который он опубликовал этим утром. В сети уже появилось множество статей и новостных роликов, посвященных визиту Человека-паука в Токио вместе с президентом Соединенных Штатов Америки. Джей Джона Джеймсон был в ударе от всей этой ситуации. Он придумывал правительственные заговоры и вбрасывал имя Человека-паука то тут, то там. К сожалению для него, только сумасшедшие и зашедшие слишком далеко в кроличью Нору Зеда или Багрилс все еще верят ему. Остальной мир начал видеть его в истинном обличии. Мошенник, распространяющий фальшивые новости для возмущения публики, которая, в свою очередь, увеличивает его состояние. Это была довольно комичная сцена в здании ООН, когда Человек-паук сидел рядом с бараком Абамой, положив ноги на стол и держа в руке телефон, пролистывая свои различные аккаунты в соцсетях. Мужчины и женщины в ООН интересовались целью его прихода, но никто не произнес ни слова и не вздумал пожаловаться. Человек-паук пользовался огромной популярностью, и в конце концов, каждый из них был политиком. Они относились к Питеру как к королю, лишь бы оставаться в его добром свете, ведь негативное впечатление грозило разрушением их карьеры. Достаточно одного твита, и почти полмиллиарда читателей Человека-паука обрушат их политические карьеры. После окончания долгого совещания президент повернулся к Питеру. «Пойдем, у нас встреча с премьер-министром Японии», — сказал Обама, когда Питер последовал за ним в зал заседаний здания ООН. Там их ждал Наото Кан, нынешний премьер-министр Японии, вместе с несколькими агентами службы безопасности по Адаль. После беглых представлений Питер включил на своем телефоне функцию защиты от шпионажа и заговорил. «Не попросите на выход свою охрану». Питер сказал на слегка ломаном японском языке, шокировав носителей языка в комнате. «В нашей беседе будут затронуты деликатные вопросы». Изучив все перечисленные языки в Камар-Тадже, Питер потратил свое свободное время на изучение разговорного аспекта некоторых из них. Хотя пока у него это получается не очень хорошо. Японский в настоящее время является лучшим из языков, на которых он может говорить, помимо английского. Этому также способствуют вечерние посиделки за просмотром аниме вместе с МДжей, во время которых он старается максимально прочувствовать язык. Потратив минуту на раздумье, премьер-министр приказал своей охране удалиться. Они неохотно последовали приказу, но подчеркнули, что будут находиться прямо за дверью. «К чему все это?» Спросил премьер-министр на безупречном английском, зная о неспособности Барака к говору на японском. «Ты заблокировал наблюдение, как и в прошлый раз». Президент поворачивается к Питеру, который кивает на его вопрос. К этому моменту премьер-министр был действительно любопытен и слегка встревожен, но Питер быстро объяснил, что не хотел огласки сути их разговора. «Я понимаю, теперь, пожалуйста, поподробнее», — сказал он со страстным желанием все узнать. На этот раз вместо Питера объяснять план «Мстители» пришлось президенту. Все было предельно ясно, что удивило премьер-министра. «С ваших слова кажется, будто вы ожидаете еще больше появлений усовершенствованных личностей в будущем», — рассуждает он, глядя на Питера в поисках ответа. «Раз я могу получить сверхспособности, а Тони Старк создать супер-костюм, то логично предположить, что в будущем их будет еще больше». «У Щита, разумеется, также есть информация о некоторых таких людей, которые еще не раскрыли себя», — говорит Питер, получая раздраженный взгляд от премьер-министра. «К слову о Щаите, почему вы просто не поработаете с ними?» «Я могу не соглашаться с их скрытными методами и отсутствием японского представителя в Совете мировой безопасности, но это именно та организация, которую вы желаете создать», — сказал премьер-министр. «Я предпочитаю создать свою собственную организацию. Я не доверяю Щаиту в целом. Мы также будем гораздо менее скрытными, в отличие от Щита», — отвечает Питер, когда плохое настроение премьер-министра улетучивается. Он тоже не доверял Щаиту, и именно это послужило своего рода дружбе между ним и Бараком. «Хорошо, мне нужно обдумать это. Назначим еще одну встречу на завтра, после ассамблеи ООН», — говорит он, — и они прощаются, оставляя премьер-министра одного в комнате. Через несколько мгновений после ухода Питера и президента в комнату входит Мураками, прогуливаясь так, словно он хозяин этого места. Премьер-министр тут же склоняется перед Мураками в глубочайшем догадзе, обращаясь к нему с глубочайшим уважением. Прародитель, приветствует премьер-министр. «Я не смог прослушать заседание, что не так?» — спрашивает Мураками, обращаясь к лидеру Японии как к простому подчиненному. «Они использовали какое-то устройство с целью заглушить работу камер и микрофонов. Я приношу искренние извинения за причиненные неудобства», — говорит премьер-министр, еще раз глубоко кланяясь. «Понятно, теперь объясни, что произошло». Получив подробности встречи от премьер-министра, Мураками вернулся домой для обдумывания своих следующих действий. «Если они позволят создать такую силу, как «Мстители», то сколько времени пройдет, прежде чем этот новый клинок будет направлен на руку? Руку не волнует совершенное ими злодеяние. Пока они приближаются к своей цели, бессмертию, все пальцы руки с радостью совершат геноцид. Такие миротворческие силы, как «Мстители», — только яд, который рано или поздно доберется до них. Но если не вмешиваться, будет еще хуже. Человек-паук возьмет и отправится в другую страну, и многие будут вилять хвост перед ним и то не старком. Вот в каком затруднительном положении оказалась рука. Либо вмешаться и найти способ как-то ущемить «Мстителей», либо отказаться от вмешательства и предотвратить все на корню. Пока Мураками пребывал в размышлениях, дверь открылась, и вошел ниндзя-руки. Сначала Мураками был недоволен появлением незваного починенного, но после заметил нечто странное. Глаза мужчины были абсолютно черными, лишенными какого-либо света или искры жизни, которыми обладает любой живой человек. Кайджу сама. На следующий день Питер снова встретился с премьер-министром, и тот сразу же отказался от дальнейшего участия в плане «Мстители», что было странно, ведь его заинтересованность накануне была видна невооруженным глазом. Что-то изменилось. Питер нахмурился, наблюдая за уходом премьер-министра вместе с охраной. «Не унывай», — сказал Барак, увидев сосредоточенный взгляд Питера на двери, через которую только что вышел премьер-министр. «Есть еще и другие страны, с которыми мы должны встретиться. Один отказ толком ничего не значит». Питер кивает об Аме, не высказывая своих мыслей по поводу странной перемены в премьер-министре. Ближе к вечеру Питер решил продолжить патрулирование Токио. Завтра им предстояла встреча с представителем Великобритании по поводу инициативы «Мстители», поэтому он не собирался задерживаться допоздна. Пока Питер пресекал ограбление магазина и завязывал преступников в паутину для полиции, из тени вышла группа ниндзя в темно-багровых одеждах. Их лица и тело были полностью скрыты, виднелись только глаза. «Вау, вы те самые ниндзя!» Взволнованно спросил Питер, вспомнив этот образ из фильма «Сорвиголова». Что здесь забыла рука? Ладно Япония. Рука зародилась в этой стране. Вопрос в том, зачем они пришли ко мне. Еминотэ, или же рука, является древним и могущественным кланом ниндзя, конечной целью которого было обретение бессмертия. Не говоря ни слова, один из ниндзя достает комок бумаги и подносит его к Питеру, передавая ему. Взяв его, Питер разворачивает его и видит написанный внутри адрес. Стоит ли мне идти туда? Питеру была любопытна цель приглашения руки. Он знал, что у руки только самые худшие намерения, но от этого интерес не пропадал. Услышав вопрос Питера, ниндзя кивнул, повернулся и скрылся в тени вместе с остальными товарищами. Прикольно, Питер не мог не пробормотать. Он понимал, что ниндзя на самом деле не сливаются с тенью и можно почувствовать, как они крадутся за зданиями и стенами, но это не мешало ему уважать их умение двигаться без каких-либо улучшений, как он сам. Набрав адрес на навигаторе своего Т-призрака, Питер проследовал к чайному павильону, который пустовал, за исключением работников и единственного столика. Это было не очень заметно, но на этом здании и нескольких других в округе был небольшой символ отпечатка руки. Проходящие мимо люди, казалось, замечали это и одаривали эти здания большим вниманием, когда проходили мимо. За столом внутри сидел мужчина, беззаботно пьющий чай. Питер сразу же узнал его по фильму «Сорвиголова». Набу Йошека. Набу. Подумал Питер, вспомнив его как высокопоставленного члена руки, а также подчиненный одного из пяти пальцев руки, мураками. Шагнув к столу, Питер взглянул на мужчину, который явно ждал его прихода. «Эй, ты с этими ниндзя?» Питер прикидывается дурачком, присаживаясь за стол. «Человек-паук, для меня честь познакомиться с вами», Набу слегка клоняется, игнорируя вопрос Питера. «Вы можете обращаться ко мне как к Набу». «Ладно». Питер не знал, как по-другому ответить. «Для чего все это?» Питер не доверял руке и все больше склонялся к мысли, что они причастны к решению премьер-министра, озвученному ранее в этот день. «Зачем они вмешиваются?» Подумал Питер. «Мы, рука», Набу указал на символ руки на стене внутри здания. Старый и влиятельный клан ниндзя в Японии. «Если вы не против, мы могли бы помочь вам с вашим планом, мстители». «Я так и знал», — подумал Питер, поскольку его собеседник практически прямо подтвердил, что они каким-то образом связаны с решением премьера. Так как Питер не чувствовал прослушки их разговора с премьер-министром, а защита от наблюдения была включена, это говорит о том, что рука имеет определенную форму контроля над премьер-министром. А соответственно, и над всей Японией. «Хочешь сказать, что вы можете добиться согласия от премьер-министра?» «Чего вы хотите взамен?» Спрашивает Питер, пытаясь получить хоть какую-то информацию, прежде чем действовать. «Да, мы просто хотим более активного взаимодействия. У руки есть связи и люди по всему миру. Мы можем помочь в сборе информации или в борьбе, если того потребует ситуация», — Набу делает свое предложение. Не знай Питер о руке, он, возможно, и склонился бы к сотрудничеству с ними, но он был уверен, что у этих людей неблагие намерения. Оставался только один вопрос, чего они хотят. Пытаются ли они внедриться в Мстителей, чтобы позже не отхватить, или хотят получить что-то от него или Тони? «Хорошо, дайте мне немного времени на подумать и я свяжусь с вами», — говорит Питер, протягивая ручку и бумагу к соседнему столу. «Запиши свой номер телефона, и я позвоню в ближайшее время с ответом». Получив номер, который скорее всего ни к чему не приведет, Питер вышел из Чайны и, убедившись, что за ним не следят, наложил на себя заклинание светопреломления, малая невидимость и заклинание тишины. Поспешив обратно в павильон, Питер увидел, как Набу садится во внедорожник. «Куда же ты меня приведешь?» — подумал Питер, незаметно следуя за машиной. Воспоминания Кайджу сама, не думал, что вы приедете, Мураками поклонился черноглазому ниндзя, который в любой другой день сделал бы то же самое по отношению к нему. Решил размять ноги, так сказать, глубокий звенящий голос, который не казался настоящим, покинул рот ниндзя. «Мне нужны новые слуги в храме». «Последняя группа стала слишком покорной на мой вкус. Обязательно, я прикажу своим людям избавиться от них. Завтра утром у вас будут новые игрушки», — покорно отвечает Мураками. «Хотя он очень почтителен к этому человеку, Мураками делает это не из уважения. Он боится этого существа, как и все остальные пальцы руки. Не нужно», — ниндзя похлопал себя по животу. «О них я уже позаботился. Только убедись, что новые слуги готовы убирать за своими предшественниками. Они будут там к утру», — с поклоном говорит Мураками. «Итак, говорят, человек-паук посетил мою страну», — спрашивает ниндзя. Мураками объяснил всю ситуацию, не упустив ни единой крупицы информации. Создается впечатление, что за сотни лет он понял, как обращаться и угождать человеку перед ним. В особенности он рассказал все известное ему о Человеке-пауке. От его действий как героя до способностей, которыми он обладает. Интересно, ниндзя говорит своим глубоким грохочущим голосом. «Мир становится все интереснее. Найди способ привести этого человека в мой храм. Он кажется идеальным сосудом». Когда кайджу сама заканчивает речь, черный дым вырывается из его рта, носа, глаз и ушей. Дым рассеивается в воздухе, и тело ниндзя падает на землю, как марионетка без неточек. Кровь струится из всех отверстий головы ниндзя истекает на деревянный пол. Мураками с отвращением посмотрел на безжизненное тело. Уважение, которое он выказывал ранее, полностью исчезло. Незаметно проследовав за внедорожником, Питера привели в особняк японского стиля, который занимал сам Мураками. Сошка привела его сразу к боссу. Пока что Питер бездействовал. Он хотел вызнать о мотивах руки. Как правило, рука – очень скрытная группа. Они не стали бы так просто выдавать себя постороннему человеку, поэтому у них обязательно есть какой-то мотив, который Питер еще не разгадал. Как встреча? Спрашивает Мураками, когда Набу входит в его кабинет и почтительно клоняется. Ответа нет, он попросил мою контактную информацию, а после ушел, говорит Набу, вызывая у Мураками разочарованный взгляд. Он обещал связаться со мной с ответом в ближайшее время. Набу заметил выражение лица Мураками и попытался успокоить его разочарование. Может быть, нам следовало захватить его? Риторически спросил Мураками, заставив ползающего по стене Питера за окном подтвердить свои подозрения. Зачем я им? Думал Питер, слушая и наблюдая из окна, как подобает пауку на стене. Ты хоть отправил людей на слишком за ним? С надеждой спрашивает Мураками. Да, но они потеряли его почти мгновенно, Набукачает головой. Он слишком быстр, мы не можем за ним уследить. Разрешите мне высказаться напрямую, господин. Почему мы пытаемся поймать такого опасного человека? Мы не боимся смерти, но эликсира из драконьей кости не хватит на всех. Боюсь, это решение не в моей компетенции, сказал Мураками, внутренне соглашаясь со своим подчиненным. А теперь иди и дай мне знать, когда он свяжется с тобой. Возможно, мы сможем отследить его местоположение. Слушаюсь, господин, говорит Набу, кланяясь и шагая к двери. Да пошло оно все. Питер не был уверен, что происходит, поэтому решил просто взять и схватить этих парней и выяснить все после. Никто не просил их влезать в его дела, и не было ощущения, что они представляют собой какую-то сверхмощную угрозу. Питер в состоянии справиться с парой ниндзя, и если бы он хотел их смерти, то достаточно было бы просто сжечь тело. Единственной, проблемой, станет Мураками, который обладает повышенной прочностью и силой благодаря эликсиру, который он и другие пальцы приняли ради увеличения своей живучести. Впрочем, у Питера ее гораздо больше, и он также должен быть сильнее его. Деактивировав свое небольшое заклинание преломления света, Питер пролетает сквозь окно ногами вперед, ударяя Мураками в спину. Как только Питер вошел в контакт, Мураками вывернул свое тело в надежде парирования удара, но его противник был слишком силен. Мураками перелетел через свой стол и врезался в дверь, которую Набу собирался открыть. Кто посмел? Недоуменно спросил Набу, повернувшись и увидев человека-паука, сидящего на столе его господина с непринужденно скрещенными ногами. Здравствуйте, Набу-сан, говорит Питер, посылая ему приветственный взмах. Чей человек-паук? Набу заикается, когда Мураками встает на ноги, смахивая несколько сломанных кусочков дерева со своего костюма. Прошу лишь не убегать, комментирует Питер, пуская паутину в Мураками, который не ожидал этого и был втянут обратно в свой кабинет. Пока мужчину тащили по деревянному полу, он поднес два пальца ко рту и громко свистнул. Мгновенно Питер услышал легкие шаги изнутри и снаружи дома, сходящиеся к его местоположению. Хммм, промычал Питер, размышляя о предстоящей нервотрепке. Так с, посидите пока смирно, а я разберусь с вашими приспешниками. Не оставляя мужчине ни единого шанса, Питер воплотил свою внутреннюю парномечту и покрыл Мураками своей белой субстанцией. Ввиду усиления у противника, Питер не поскупился в количестве. Пока он оси менял его, Набу вскочил и бросился на Питера, вытащив со спины два коротких клинка. Будь поинькой и сиди тихо, говорит Питер, остановив Набу на полпути и ударив его тыльной стороной ладони по лбу, отчего верный починенный свалился на землю. Отбросив клинки в сторону, Питер обмотал Набу паутины и обделил Мураками, пока тот не превратился в большой клубок белой паутины. Он не знал полной силы Мураками, и не хотел, чтобы ниндзя смогли освободить его во время предстоящей потасовки, поэтому Питер был очень скрупулезен. Как только Питер закончил, началось самое интересное. Десять красных ниндзя пробежали по коридору и вбежали в разбитую дверь. Как только они ступили в комнату, все окна в ней разлетелись в дребезги, и еще четыре ниндзя ворвались в нее так же, как и Питер. Но на этом не закончилось представление. Один за другим ниндзя снаружи врывались через окна, и еще одна группа столпилась в дверном проиме из коридора. Мало того, Питер чувствовал, как еще больше ниндзя входили в дом. Те еще муравьи, да. Сказал Питер, непринужденно наблюдая, как ниндзя окружают его. Ниндзя обыскали комнату в поисках своего сенсея, который позвал их, но нашли только Набу и большое скопление слегка дрожащей паутины размером с валун. А он довольно силен, хихточка. Подумал Питер, поглядывая на пойманного мураками. Отлично, уважаемые дамы и господа. Устроим же чистый бой. Никаких тачков в глаз, ударов ниже пояса или ударов по затылку, Питер начинает вести себя как рефери на боксерском матче, не принимая всерьез ни одного из этих тренированных убийц. А теперь по углам, и мы начнем первый раунд. Несколько наиболее вспыльчивых ниндзя действуют первыми, набрасываясь на Питера из каждого угла комнаты. Ухмыляясь этим легко поддающимся манипуляции людям, Питер подпрыгивает и прилипает к потолку, заставляя слишком рьяных ниндзя врезаться друг в друга. Когда ниндзя сталкиваются друг с другом, Питер набрасывает на них паутину с потолка и падает на них сверху, уворочиваясь от метательных ножей, которые пронзили потолок всего через несколько мгновений после его падения. Теперь, когда со слабым звеном покончено, можно начинать, сказал Питер, двигаясь гораздо быстрее, чем любой из этих ниндзя мог уследить. Питер превратился в ураган, перемещаясь по комнате и сия хаос. Куда бы он ни пошел, везде падали тела и раздавались крики. Стоило Питеру расправиться с одним ниндзя, как на его место приходил другой, чуть ли не бесконечное число ниндзя постоянно оживляло комнату. На второй половине драки Питер начал ходить по потолку, так как пол стал неудобен для маневрирования из-за множества бессознательных ниндзя, спящих внизу. После почти получаса непрерывного избиения, комната была завалена бессознательными телами на высоту почти 2 метра. К счастью, у мураками в доме высокие потолки, иначе Питеру пришлось бы отказаться от преимущества ближнего боя и покинуть комнату. Когда каждый враг ушел в объятия Морфея, Питер начал сортировать их, как на упаковочной фабрике Амазана. Вытаскивая их из комнаты одного за другим, он заворачивал их в паутину и складывал в коридоре и других комнатах. Звездочка-вздох-звездочка, чувствую себя работягой на заводе. Комментирует Питер, наконец закончив упаковывать задержанных ниндзя. Можно было оставить их здесь и забрать Набу вместе с мураками на допрос, но Питер решил не упускать ни одного свидетеля. Ведь они могут дать наводку другим пальцам руки, что наверняка принесет Питеру не один геморрой. Правда, они и так могли быть в курсе. Вернувшись к Набу и Шару с мураками в офис, Питер подтащил к себе офисное кресло и сел в него. Пора вставать. Говорит Питер, выливая стакан воды на голову Набу. А. Набу хрипит и задыхается, когда вода брызгает ему в лицо. Придя в себя, Набу посмотрел в сторону Питера и грустно вздохнул. Он увидел окровавленную и разрушенную комнату, а также несколько сложенных в коридоре тел и все еще дергающийся шар, в котором находился его господин. Звездочка вздох. Звездочка, как знал, что не стоит нарываться, Набу побежденно вздыхает, расслабляясь на земле, не находя и шанса на победу против Человека-паука. Расскажи мне о том, кто может принудить руку схватить меня. Не похоже, что ты или твой босс здесь, Питер похлопывает по шару паутины. Хотели сделать это, так что выскажи мне свое лучшее предположение. Я не буду говорить, сдавленно сказал Набу. Просто убей нас и ступай своей дорогой. Дай повторю твои ранние слова. Мы не боимся смерти, но эликсира из драконьей кости не хватит на всех. Питер слово в слово повторил предложение Набу. Так зачем мне убивать людей, которые не боятся смерти и, вероятно, не собираются умирать. Мгновенно глаза Набу расширились, ведь он понял свою ошибку. Один лишь промах с языком раскрыл одну из величайших способностей руки. А знаешь что? Питер стоит, думая о чем-то. Вы, наверное, так просто не сломаетесь, так что поступим так, я отправлю вас всех куда-нибудь на перевоспитание, договорились. С этими слова Питер вновь отправляет Набу в отключку, а затем взмахивает рукой, создавая на полу портал, который поглощает Мураками и Набу. Когда Набу и Мураками исчезли в портале, Питер создал еще один, вернувшись домой на ночевку. Набу и Мураками попали в зеркальное измерение, где они будут в ловушке, поскольку ни у одного из них нет двойного кольца и они не владеют мистическими искусствами. Питер подумывал отправить их в какое-нибудь другое измерение, например, в отрицательную, негативную, зону, но риск столкнуться с другими космическими сущностями или каким-то образом расширить возможности двух пленников был слишком большой, и его нельзя проигнорировать. Они все равно не имели ни малейшего представления о способе побега, поэтому Питер ничуть не беспокоился. Что касается бесчисленных ниндзя-руки, оставшихся на свободе, Питер больше не беспокоился о них. Он, конечно, мог заманить их в ловушку также в зеркальном измерении, но взаимодействие с таким количеством людей привело бы к утечке его многочисленных способностей в мистических искусствах. Питеру пришлось бы убить их всех или стереть их разум для сохранения своего секрета, но это было бы слишком хлопотно. Если оставить их на свободе, остальные члены руки будут осведомлены, но не похоже, что Питер не справится с ними. Даже Мураками, который является одним из пяти самых могущественных людей в руке, было легко подавить. Вернувшись домой и запрыгнув в постель, Питер оставляет двух своих пленников в зеркальном измерении и собирается навестить их утром. Пройдя через портал в зеркальное измерение, Питер был мгновенно атакован Набу и Мураками, которые попытались оттолкнуть его и проскочить через портал. Ухмыляясь очевидному, Питер позволил обоим оттолкнуть себя, но как только они оказались перед порталом, Питер перемещал его прямо на расстоянии вытянутой руки, дразня двух пленников. Разве так полагается приветствовать своего похитителя? Прокомментировал Питер, поднимаясь на ноги. Однако ни один из заключенных не сдавался, оба продолжали бежать к порталу, который медленно закрывался, издеваясь над ними еще больше. К их несчастью, стоило Мураками рыбкой нырнуть в него, как портал полностью закрылся, и он плюхнулся о землю, потерпев поражение. Приятно познакомиться с вами уже официально, я, Человек-паук. Аннабу все же вытащил тебя из шара, да. Питер приветствует Мураками, в то время как сам субъект встает на ноги, готовый вступить с Питером в бой. Тебе стоит успокоиться. Вы все равно застрянете здесь на некоторое время. Незачем изнурять себя. Мураками не стал слушать и бросился на Питера, нанося удар ладонью вперед с мастерством тысячелетнего мастера. Отступив в сторону и заложив руки за спину, Питер легко уклонился от всего, что Мураками бросал в него. Может, у него и не было такого тысячелетнего опыта, но паучье чутье было слишком сильно. Впрочем, заслуга не только в чутье. Опыт тренировок Питера с Наташей сделал его во много раз лучше в противостоянии мастерам боевых искусств. Вновь советую успокоиться, комментирует Питер, двигаясь с грацией искусного танцора, уклоняясь от каждой брошенной Мураками атаки. Пусть ты и силен, и также искусен, я на голову выше. Набу наблюдал за происходящим со стороны с открытым отшок артом. Как правило, во время спаррингов именно Мураками обращался с ним как с новичком. А теперь же с человеком, которого он считал неприкасаемым, обращались как с профаном. И тут они были высокомерны, уверяя себя, что Человек-паук одержал верх только потому, что застал Мураками врасплох. Теперь же они оба осознали, что это было просто иллюзией. Как нам выбраться из этой тюрьмы? Чего ты хочешь? Мураками вздыхает в поражении, делая шаг назад, ведь он ничего не может противопоставить Человеку-пауку. Расскажи мне, зачем ты хотел захватить меня? Спрашивает Питер, и оба пленника смотрят друг на друга, не говоря ни слова. Супер, тогда посмотрим, как долго вы продержитесь, прежде чем сломаться. Мне даже стало интересно, сколько времени пройдет, пока один из вас не съест другого. Питер покидает их с этим вопросом, открывая портал, не позволяя ни одному из них последовать за ним. На этот раз он оставит их там на несколько дней, может тогда они поймут свое положение. По пути к президенту на следующую встречу с представителем Великобритании, Питер отправил древний эсэмску о своих пленниках в зеркальном измерении. Он не хотел, чтобы она или любой другой мастер случайно выпустил их, и, исходя из ее ответа, она не возражала против использования им зеркального измерения. Сидя на очередном заседании ООН рядом с президентом, Питер предвидел еще один скучный день, но его ожидания тут же перевернулись с ног на голову. К трибуне в передней части зала подкатил знакомый лысый мужчина в инвалидном кресле. П слэша, я не буду углубляться с людьми икс. Я могу использовать их в качестве отсылок, но не более. Вау, он так похож на Патрика Стюарта, подумал Питер, глядя на одного из самых мощных телепатов в Марвел. Его существование должно было быть очевидным после той встречи с Доппендером. Питер слегка переживал, что его разум могут прочитать, но Чарльза показывали морально здоровым человеком. А даже попытайся он прочитать его мысли, Питер узнал бы об этом по опыту обучения в Камар-Тадже. Но вот заблокировать этого человека уже другой вопрос. Надо будет спросить древнюю о защите от телепатов, подумал Питер. Приветствую всех. Я профессор Чарльз Ксавьер. У меня несколько докторских степеней по генетике, биофизике, психологии, антропологии и психиатрии из Оксфордского и Колумбийского университетов, Чарльз представился, припарковавшись рядом с трибуной и взяв микрофон. Услышав все заслуги человека на сцене, представители со всего мира прислушались, прекрасно осознавая, что перед ними настоящий эксперт. Питер проявил уважение к этому человеку, убрал ноги со стола и даже спрятал свой телефон, удивив всех присутствующих в зале. Я хочу выступить с докладом о мутациях в геноме человека. Мутация – ключ к нашей эволюции. Именно она превратила нас из одноклеточного организма в доминирующий вид на этой планете. Этот процесс медленный и обычно занимает тысячи и десятки тысяч лет. Однако каждые несколько сотен тысячелетий эволюция делает скачок вперед, начинает Чарльз. Этот скачок может проявляться в незначительных формах, на большом экране позади Чарльза появляются изображения, иллюстрирующие различные физические изменения, через которые прошли люди в ходе своей эволюции. «Позвольте прервать вас», – говорит мужчина с тяжелым русским акцентом. «Что все это значит?» «Я уже подхожу к этому», – отвечает Чарльз, когда позади него воспроизводится видеоролик с изображением молодого подростка с большими белыми ангельскими крыльями. Это ангел. Его настоящее имя останется скрытым, но он и его родители разрешили нам использовать его в качестве примера. Вот как выглядит большой скачок в человеческой эволюции. Толпа затихает, все смотрят видео, на котором неизвестный мальчик шевелит крыльями, а затем хлопает ими и взлетает в воздух. Некоторые из ваших стран, возможно, уже столкнулись с появлением этих мутаций на ваших границах. Исследуя этих мутантов, я обнаружил, что они обладают так называемым мною X-геном. Активация X-гена приводит к выработке экзотического белка. Этот белок производит химические сигналы, вызывая мутации в других генах, в результате чего появляются мутирующие организмы с различными возможностями, продолжает Чарльз. Вы утверждаете, что мутант может обладать любой силой. Какие виды способностей вы уже наблюдали? Спрашивает Обама, поглядывая на Питера. Мутант может открыть любую силу, какую только можно себе представить. Большинство мутантов активируют свои способности в период полового созревания, но всегда есть исключения. Было доказано, что стресс и травмы активируют X-ген, а также в некоторых случаях дети просто рано созревают, отвечает Чарльз. Как нам убедиться в подлинности видео? Спрашивает представитель Франции. Не отвечая на его вопрос, Чарльз протягивает руку и поднимает свое инвалидное кресло, с легкостью отрываясь от земли. Так получилось, что я тоже мутант, он говорит, пока его кресло летает взад и вперед вокруг сцены, а затем благополучно приземляется на прежнее место. Считаете ли вы, что классифицировать себя как мутантов – хорошая идея? Питер нарушает тишину, привлекая к себе всеобщее внимание. Вы говорите так, как будто вы не один из нас. Спрашивает Чарльз, озадаченный заявлением Человека-паука. Насколько мне известно, я получил свои способности не от этого X-гена, но я могу ошибаться, Питер отвечает безразличным пожатием плеч. То, что я пытаюсь вам донести, связано с Климом, которое в настоящее время окружает имя мутанта. Вы уверены, что хотите называть себя этим именем? Я не понимаю, в замешательстве говорит Чарльз. В связи с многочисленными книгами, телешоу, фильмами, играми и другими формами медиа, в которых монстры изображаются в виде мутантов, я думаю, что для вашего дела это ужасная интерпретация. Каким бы оно ни было. Если вы не желаете дискриминации для мутантов, то называть их в честь монстров из фильмов ужасов, худший способ сделать это, говорит Питер, приводя Чарльза в оцепенение. Я, я не, бормочет он в микрофон, потрясенный своим огромным промахом. Я понимаю, Питер понимающе кивает. Вы не думали об этом. И поскольку мутант звучит как насилие, может, мета-человек подойдет лучше. Чарльз немного успокаивается и кивает в ответ. Он не думал, что такой научный термин вызовет столько проблем. К сожалению, общественность не будет так приветлива к этой новой расе мета-людей. Просто посмотрите на прошлую эксплуатацию афроамериканцев или отвратительные действия нацистов против евреев. Появление новой расы, безусловно, вызовет ряд беспорядков. Тем более, что эта раса по своей природе опасна. Ребенок может пробудить свой эксген и шмалять огнем из руки, случайно спалив многоквартирный дом, объясняет Питер, вызывая беспокойство и шок на лицах всех присутствующих. Я понимаю вашу точку зрения, но, Чарльз вмешивается, но Питер прерывает его. Я говорю это не с целью вызвать страх к мета-людям. Видите? Звучит гораздо лучше, не так ли? Уточняет Питер с ухмылкой, заставляя всех согласно кивнуть. Я все это говорю из предосторожности. Если мы собираемся принять эту новую расу людей в общество, что, по-моему, замечательно, то необходимо установить определенные меры защиты. Для обеих сторон, а не только для мета-людей. Слова Питера нашли отклик у всех присутствующих в комнате. Казалось, все они тяготели к его словам. Сколько из этих новых людей, по вашему мнению, пробудет свой эксген в ближайшие 10 лет? Спросил Обама, присоединяясь к разговору. По текущим расчетам, в ближайшие 10 лет свой эксген пробудет 0.00002% населения Земли, отвечает Чарльз после минутного раздумия. Выходит около 1400 человек, да. Говорит Питер, мгновенно подсчитывая в уме. Это на удивление легко управляемо. Да, именно поэтому я здесь, Чарльз использует заявление Питера как трамплин для своих следующих слов. Мы, жители этой планеты, можем организовать все так, чтобы мета-люди, он посылает благодарный киво к Питеру. Не стали очередными рабами или видом неполноценных людей, которых все боятся. Однако существует риск, как упомянул Человек-паук, говорит представитель России. Я так и говорил, но риски можно просчитать и уменьшить путем подготовки. Особенно когда мы имеем дело с таким небольшим числом в 1400 мета-людей. Также нельзя забывать о том, что пробуждают этот ген в основном дети, вмешивается Питер. Испуганные дети, уточняет Чарльз, кивая. Разбираться с эмоциональными сверхмощными детьми, конечно, будет не очень, но в конце концов, мы не можем сидеть сложа руки и позволять всему идти своим чередом. Ведь именно так к власти приходят подобные Гитлеру люди и творятся зверства, говорит Питер, снова получая кивки согласия со всех сторон. Мне и так приходится иметь дело с эмоциональными детьми дома. Если у них вдруг проснутся сверхспособности, да поможет нам Бог, шутит представитель Саудовской Аравии, вызывая смех у понимающих родителей в зале. И к какому решению вы пришли? Спрашивает Обама. Школа-интернат. Говорит Чарльз с взволнованной улыбкой. Мысль неплохая, но слишком уж простая, говорит Питер, мгновенно стирая улыбку с лица Ксафьера. Я согласен с созданием какого-то типа школы. В конце концов, этим детям нужно будет научиться контролировать свои силы, но что насчет остального мира? Мы не можем просто изолировать всех мета-людей в вашей школе. Это не есть решение проблемы. Мир должен воспринимать мета-людей как еще одну росу. У всех присутствующих в аудитории начались головные боли, ведь они сразу поняли, сколько времени все это займет. Когда Питер уже собирался довести свою мысль до конца, кто-то упомянул о времени, и собрание подошло к концу. Чарльзу придется вернуться завтра и закончить, но он и так ожидал подобного. «Смогу ли я объединить людей Икс с моим планом Мстителей?» Подумал Питер, глядя за уходом Ксафьера со сцены. Прежде чем последовать за президентом на встречу с представителем Великобритании, Питер остался ждать Ксафьера. «Чарльз!» Сказал Питер, и Ксафьер мгновенно развернул свое кресло. «Пойдем со мной. Нам нужно поговорить». Чарльз кивает, подкатывая к Питеру, а за ним следует смуглая женщина с белыми волосами, одетая во все черное. «Шторм, да. Всегда считал, что у нее самые крутые способности среди людей Икс-точка». Подумал Питер. «Шторм может управлять погодой и атмосферой и считается одним из самых могущественных мутантов на планете». «Интересно, кто еще успел присоединиться к Чарльзу?» Подумал Питер, протягивая руку. «Привет, пора бы уже, наверное, представиться. Человек-паук. Чарльз Ксавьер, сказал он и пожал руку Питеру. А ты?» Питер поворачивается к Шторму и тоже протягивает ей руку. «Арора Монро», отвечает она и быстро пожимает руку Питеру, прежде чем отстраниться. «Приятно познакомиться с вами двумя. Теперь следуйте за мной. Нам еще нужно успеть навстречу», — говорит Питер, поворачиваясь и начиная идти. Когда Питер и его компания пришли в зал заседаний, президент и представитель Великобритании смотрели на них в замешательстве. «Мы вовлекаем в это профессора Ксавьера», — спрашивает Обама. «Ага, прошу всех занять место», — говорит Питер, убирая стол за столом для Чарльза, прежде чем сесть самому. «Для чего мы здесь?» — спрашивает Чарльз, опережая всех остальных. «Есть столько всего, о чем нужно поговорить, что я даже не знаю, с чего начать», — начинает Питер, пускаясь в длинное объяснение инициативы, — «Мстители». «Думаю, это нам необходимо». Особенно после знакомства с этими Мута, КХМ, мета-людьми, представитель Великобритании очень бурно высказывался о плане «Мстителей». «Благослови в вас, люди Икс». Радостно подумал Питер, ведь Чарльз несколько способствовал ускорению всего процесса. Слыша его запинку, Чарльз осознал свою ошибку, назвав свой народ мутантами. К счастью, Человек-паук оказался поблизости и помог все исправить. Остается надеяться, что еще не слишком поздно. «Зачем мы здесь?» «Я только и хочу, что построить школу», — спрашивает Чарльз, не желая вовлекать в это своих детей. «Я думаю, мы можем объединить наши усилия», — говорит Питер, получая скептический взгляд от Шторма и Чарльза. «Ох, не смотрите на меня так. Я не планирую использовать школьников в качестве солдат или типа Тога. Все эти дети однажды вырастут, и тогда они смогут сделать свой собственный выбор. Не все из них захотят стать героями, но некоторые могут найти эту работу привлекательной. Мстители уже заручились материальной поддержкой», — говорит Питер, вскользь упоминая Тони. «Мы можем щелчком пальца профинансировать все ваши нужды». В комнате воцарилась тишина, когда Чарльз погрузился в глубокие раздумья. Он не собирался ни с кем сотрудничать, но Человек-паук был настолько влиятелен в их обществе, что трудно было отказать. Питер не говорил кое-чего, но с его поддержкой мета-людям будет гораздо легче прижиться в мире. У Человека-паука более полумиллиарда поклонников со всего мира, и с каждым днем их число только растет. Доказательством тому служит заседание ООН, с которого они только что пришли. Обычно в зал не пускают случайных людей, но Человек-паук находился там и даже свободно говорил без всяких последствий. «Мне нужно некоторое время на размышления», — сказал Чарльз, выезжая из комнаты. «Все в порядке», — кивает Питер, записывая номер своего Т-призрака и передавая его шторм, которая вышла вслед за Чарльзом из комнаты. «Позвони мне со своим ответом». В конце концов, многое еще предстоит уладить. Как только люди Икс покинули комнату, Питер повернулся к представителю Великобритании. «Итак, вы с нами?» — с надеждой спросил Питер. «Да, на все сто процентов», — сказал он, энергично кивнув. «Учитывая ход событий, мир как никогда нуждается в чем-то подобном. Первый готов, осталось еще четыре точка». Радостно подумал Питер. «Хорошо, тогда вы двое займитесь следующей встречей. Свяжемся с Южной Кореей. Вы хотите, чтобы я тоже помог?» — удивленно спросил представитель Великобритании. «Да, вы уже вовлечены, так что вполне можете помочь», — говорит Питер, вставая и направляясь к двери. «До завтра». Найдя безопасное место для открытия портала, Питер сразу же направился к Камартаджу, надеясь найти способ защитить свой разум от профессора Ксафьера и любого другого телепата, с которым он, скорее всего, в дальнейшем столкнется. Питер все еще не думал, что Чарльз станет читать его мысли без спроса, но люди в реальном мире отличаются от своих двойников из фильмов. Лучше перестраховаться, чем после сожалеть. Тем более что Питер пытается вовлечь людей Икс в свой план, мстители. Профессор Икс вполне может решиться на беглое чтение его мыслей, дабы убедиться в искренности намерений Питера, но он не уверен в этом. Прибыв в ту же комнату, где Питер первоначально встретил Древнюю, он начинает поиски с ее обычных мест обитания. К сожалению, расспросив всех, Питер узнает, что Древняя ушла разрешить какой-то неясный другим вопрос. После обращения к опытным мастерам с вопросом о защите от телепатов, Питеру показали секцию в библиотеке Камар Таджа, где хранились книги, посвященные разуму. Они провели его к секции и ушли, не предложив ни единого совета. Звездочка вздох, звездочка. Поверить не могу, что снова здесь, в отчаянии пробормотал Питер, оглядываясь через плечо на стол, за которым он когда-то сидел на ранней стадии обучения. Просматривая книги на стеллаже, Питер нашел пару книг, которые выглядели многообещающе, и отнес их на стол. Вот бы найти способ для скорочтения. Пока Питер в тишине впитывал библиотечные знания, мир снаружи не был спокоен. Как только один из ниндзя руки вырвался из паутины Питера, он освободил и остальных, а затем они бросились на поиски своего мураками сенсея, которые не увенчались успехом. Как правило, их мастеру не нравилось вовлекать в свои дела других пальцев руки, поэтому ниндзя не стали сразу же сообщать им об этом. Однако это нежелание вскоре исчезло, ведь никто из них так и не смог найти следов мураками. Они обшарили весь Токио, но где бы они ни искали, их господина не было видно. К этому моменту самый высокопоставленный ниндзя под мураками связался с другими пальцами руки, объяснив им свое затруднительное положение. Каждый из них отвечал одинаково. «Скоро буду. Сейчас же заправляется самолет. Я уже в пути. Вот идиот. Лечу». Все они были шокированы идеей мураками затеять драку с Человеком-пауком, не имея ни малейшего представления о сути происходящего, ведь мураками – человек скрытный. Однако все они были уверены в своей способности одолеть Человека-паука, объеденив силы. Не только рука мобилизовалась в этот день. В президентском номере французского отеля сидел на балконе с видом на город мужчина, по виду ровесник профессора Чарльза Ксафьера. На столе перед ним лежит металлический шлем темного винно-красного цвета, а над его открытой ладонью парят и вращаются три металлических шарика. Эрик Линшер, также известный как Магнита, мутант со способностью к манипулированию магнитными полями по своей воле и управлению металлическими предметами. Он был одним из основателей Людей Икс, но позже покинул их и создал Братство Мутантов, которое стало своего рода конкурирующей организацией для Людей Икс. Магнита твердо убежден, по его мнению, мутанты должны любыми средствами дать отпор своим угнитотелям, людям. Этот идеал противоречил целям его давнего близкого друга Чарльза Ксафьера, который стремился к более мирному подходу к процветанию мутантов. Поэтому Магнита не раз противостоял Людям Икс, но объединялся с ними, когда того требовала ситуация. Пока Эрик наслаждался видом с чашкой теплого кофе, его смартфон на столе завибрировал и включился с сообщением от человека по имени Рэйвин. Схватив и разблокировав телефон, он увидел, что сообщение предстояло из себя обычное видео. Магнита не мог не покачать головой на своего старого прикованного к креслу друга, Чарльза, который выступал перед Организацией Объединенных Наций с речью о грядущем появлении нового вида мутантов. Однако вскоре после этого происходит нечто странное. На видео появляется Человек-паук, да еще и с такими идеями, о которых не подумал его старый друг, и высказывает свои соображения по этому поводу. Считаете ли вы, что классифицировать себя как мутантов – хорошая идея? Называть их в честь монстров из фильмов ужасов – худший способ. Мы не можем просто изолировать всех металюдей в вашей школе. Это не есть решение проблемы. Мир должен воспринимать металюдей как еще одну росу. Металюди – ха. Магнита наконец заговорил по окончании записи. Звучит неплохо. Эрик не знал, был ли Человек-паук мутантом или нет, но главное, что он преследовал интересы его народа. Хотя и Чарльз преследует такие же интересы, так что все зависит от стороны, которую займет Человек-паук. Идеалист или реалист? Разумеется, идеалист – Чарльз, а реалист – Эрик. Коснувшись несколько раз по клавиатуре своего телефона, Магнита отложил его и вернулся в дом с целью собрать все необходимое. На телефоне же выделялись два сообщения под только что просмотренным видео. Эрик, скоро буду. Давно я не виделся с Чарльзом. Рэйвин, я забронирую отель к вашему приезду. Не подозревая о надвигающейся буре, Питер провел весь день за чтением в библиотеке, пока не нашел идеальный способ для защиты своего разума. Как минимум, пока он не сможет безопасно начать практиковать внутренние энергии и развивать свои собственные телепатические навыки и соответственно защиту. Его решение было в виде довольно сложного заклинания, которое накладывается на затылок. К сожалению, заклинание оставляет след, в отличие от защиты, наложенной Питером на своих друзей и семью. К счастью, на голове у него шевелюра, поэтому метка не будет заметна, пока он не побреет голову, как древняя. Зачарование предполагает создание ментального барьера вокруг разума Чародия, но это не все. Когда этот барьер атакует, он перенаправляет энергию обратно на атакующего с той же силой. Если атакующий не слишком настойчив, то после столкновения с барьером у него возникнет легкая мигрень, которая продлится всего с пару минут. Хотя если этот кто-то продолжит атаковать разум Питера даже после мигрени, он подпишет себе более серьезный ущерб. Может произойти кровоизлияние в мозг, что приведет к инсульту или другим серьезным побочным эффектам. Если кто-то окажется настолько настойчив, что будет идти напрямик боли, то он, скорее всего, только убьет себя. Проведя половину ночи в тренировках, чтобы случайно не вышибить себе мозги из глазниц, Питер наконец наложил на себя зачарование. Он не проверял его, ведь не знал как это сделать, кроме как попросить мастера прочитать его мысли. Вот только Питер не был уверен, будет ли тот рисковать. Какой-нибудь слишком рьяный мастер может даже захотеть выделиться и как-то обойти это. Поэтому Питер предпочел просто дождаться древней, ведь только ей он доверяет в этом плане. Да и трудно не доверять, проведя с ней так много времени. Проверив телефон, Питер так и не увидел ответа от древней, а это означает, что она, скорее всего, находится в каком-то другом измерении. Тогда остается только ждать ее возвращения, и надеяться, что все получится. Подумал Питер, заходя домой через портал и запрыгивая в кровать. Прежде чем заснуть, Питер просмотрел различные вариации подарков на Рождество. До рождественского ужина в доме М.Джей оставалось меньше недели, поэтому ему нужно было приобрести все заранее. Заказав уже последние подарки и упаковочную бумагу, Питер завернулся в одеяло и вырубился. Пока Питер бродил по снам, несколько частных самолетов пальцев руки вместе с их небольшими армиями вылетели в Японию. Эти самолеты приземлятся задолго до пробуждения Питера. Что касается магнита, то он прибудет в Японию еще раньше руки. С помощью своей силы уровня Омега, что по сути ставит его в высшую категорию мутантов, Эрик заключил себя в металлический шар и полетел к месту назначения со скоростью, намного превышающей 2 маха точка, 1 мах тильда 340 м слэшс. На следующее утро некоторые из заказанных Питером посылок уже прибыли. Тайком занеся их в свою комнату, пока Мэй не успела пронюхать, Питер завершил утренние процедуры и вернулся в Японию для сопровождения президента. На сегодня у них запланирована встреча с представительницей Южной Кореи. С Великобританией остается присоединить еще 4 страны. У Питера сегодня технический школа, но от пропуска пары деньков проблем не возникнет. При его нынешних оценках учителя не станут препятствовать, да и МД принесет ему все пропущенные материалы. Она и нет знает о его занятости в Японии на благо плана мстителей. Пока он ехал вместе с президентом к зданию ООН, Питер просматривал свой телефон в поисках сообщений от древней и профессора Икс. К сожалению, ни один из них пока не вышел с ним на связь. Он не беспокоился о древней, ведь она более чем сильна, к тому же способна уладить любую ситуацию. Чарльз же, вероятно, все еще размышлял, принимать ли предложение Питера или нет. Оставалось надеяться, что сегодня он уже придет к какому-то решению. В дороге Питер начал искать любую информацию о вчерашнем заседании ООН, но не смог найти ни одной статьи о мутантах или металюдях. Никто еще не проговорился. Удивленно подумал Питер. И хотя информация еще не просочилась, остается лишь вопросом времени, пока кто-нибудь не захочет быстро на ней нажиться. Может поговорить с Чарльзом о проведении информационной кампании на пользу металюдей, пока об этом не прознали СМИ, подумал Питер. Когда они прибыли в здание ООН, Питер отправил МДжей сообщение с сердечком и пожеланием доброго утра, объяснив, что он все еще занят в Японии. Питер сделал неду, МДжей и мы их собственные Т-призраки, дабы они могли разговаривать и писать СМС с секретной информацией во избежание прослушки со стороны счета или гидры. Убрав телефон, Питер последовал за президентом и его многочисленными секретными охранниками внутрь. Наслушавшись скучной чепухи, на сцену подъехал Чарльз, готовый закончить свою вчерашнюю презентацию. Питер мог видеть шторм сбоку от сцены, которая вновь сопровождала профессора. Припарковавшись рядом с трибуной и взяв микрофон, Чарльз попытался заговорить, но вдруг здание начало трястись и трещать. Что происходит? Это. Землетрясение. Представители всего мира были удивлены и напуганы, некоторые даже спрятались под столы. Питер посмотрел в сторону определенной стены, где он чувствовал, как кто-то парит в воздухе за пределами здания. Серьезно. Питер догадывался о незнакомце за стеной. Раз профессор Икс здесь, может ли его заклятый враг оставаться вне сцены? Мгновенно Питер достал из кармана свой телефон и открыл мини-портал под столом, бросив телефон незаметно внутрь. Ни одна часть костюма Питера не содержит металла, и поэтому единственный предмет на нем, который может быть использован против него, его мобильный телефон. Как только Т-призрак отправился в спальню, Питер закрыл портал и устроился поудобнее, наблюдая за разворачивающимся шоу. Он начнет действовать, только если люди начнут драться и подвергать опасности невинных людей в помещении, но сейчас все больше подводится к торжественному появлению магнита. Переведя взгляд на Питера, президент видит спокойное поведение своего друга-паука, рассматривающего часть стены. Обама также перевел взгляд на стену, как вдруг огромный кусок стены отделяется и уплывает от здания. Пока огромный кусок здания ООН плыл прочь, все слышали скрип и звон металлических труб в основании фундамента стены. Когда кусок стены рухнул на землю снаружи, солнечные лучи хлынули в зал заседаний, но что-то парило в воздухе, блокируя часть света. Чарльз Раздается голос по залу, когда в здание влетает человеческий силуэт. Рад снова видеть тебя, старый друг. Эрик, отрависто отвечает профессор Икс, когда магнита появляется в здании с металлическим шлемом и прочим. Мгновение, и шторм заслоняет своим телом профессора, готовая в любой момент вступить в бой, глядя в сторону магнита. Снаружи начинают формироваться облака, а вдалеке слышны раскаты грома. Руки вверх, особенно храбрый офицер охраны достает пистолет и неуверенно направляет его на магнита. Вздохнув про себя, Питер действует раньше Эрика и выстреливает паутиной в оружие, вырывая его из рук мужчины. Все в комнате увидели это и в шоке смотрели на Питера, не ожидая, что Человек-паук поможет этому злоумышленнику. Даже президент Обама посмотрел на Питера с удивлением и небольшой долей настороженности. Не смотрите на меня так. Он использовал металлические трубы в стене для своего входа. Очевидно, что у него какие-то способности к манипулированию металлами. И вот вы думаете, что несколько пуль вызовут у него что-то кроме ярости. Комментирует Питер, пожимая плечами, заставляя всех сотрудников службы безопасности неуверенно и неохотно опустить оружие. На лицах присутствующих мгновенно появилось выражение понимания, и они внутри себя просили прощения у Человека-паука за свои прежние мысли. Особенно президент. Ты уверен, что ты не один из нас, Человек-паук? Такое острое мышление присуще только мутанту, говорит Эрик, и на его губах появляется небольшая улыбка. Точнее, мету-человеку. Магнита, казалось, забыла взявшимся за оружие мужчине, что было хорошо, ведь Питеру придется сразу действовать, если его собеседник начнет нападать на мирных людей. Не знаю, мета-человек ли я, но я не против такого варианта, отвечает Питер, пожимая плечами. Впрочем, не пора ли тебе представиться? Да и приземлиться можно, раз уж ты здесь. Мне не хочется смотреть вверх, пока я с кем-то разговариваю. Это вызывает чувство пренебрежения. Пока Питер разговаривал с Эриком, Чарльз и Шторм переговаривались через какие-то наушники. Казалось, они общались с другими членами Людей-Х. Я бы с удовольствием представился и поговорил с тобой, но, похоже, мое присутствие привлекло нескольких мух, отвечает Магнита, слыша разговор Чарльза и Шторм. В их наушниках присутствует металл, так что Эрик может без проблем их подслушивать. Чарльз, конечно, мог использовать телепатию вместо наушников, но Людям-Х, скорее всего, неприятно, когда он находится у них в голове. И тут тонкий голубой туман покрывает небольшую часть сцены рядом с Чарльзом и Шторм, из которого внезапно появляются два очень узнаваемых человека. На первого человека трудно было не обратить внимание, его бархатистый мех цвета индига, синяя кожа, двупалые ноги, трехпалые руки, желтые глаза, заостренные уши и длинный хвост с первого взгляда просто шокировали. Ночной змей обладает сверхчеловеческой ловкостью, способностью к телепортации и липкими руками и ногами. Второй человек выглядел в точности как бородатый и волосатый Хью Джекман. Как только он появился рядом с синим человеком-зверем, Хью Джекман, или его копия, был дезориентирован и потерял равновесие, когда из костяшек его пальцев выросли три металлических когтя. Росомаха, мутант со звериным чутьем, повышенными физическими возможностями, мощным фактором исцеления, и тремя втягивающимися когтями на каждой руке. Росомаха Питер не мог вспомнить имя человека с синей кожей. Курт, я же просил не брать с собой Логана, сказал Чарльз с усталым вздохом. Он не отпускал меня, отвечает ночной змей, бросая раздраженный взгляд в сторону Росомахи. «Черта с два, я буду сидеть в стороне», — говорит Логан, бросая смертельный взгляд на Магнита Ирыча. «В прошлый раз этот ублюдок отправил меня в полет на многие мили. Мне нужна старая добрая месть». Все присутствующие в комнате наблюдали за развитием событий, не понимая, что происходит. Сначала в помещение ворвался злоумышленник со сверхспособностями, а теперь два звероподобных человека каким-то образом появились из ниоткуда. Это была самая запутанная и пугающая ситуация, в которой все они когда-либо оказывались. «Буду признателен, если ты перенесешь свою месть на другой день», — заговорил Питер, привлекая внимание к себе. «Я тут как бы пытаюсь поговорить с Эриком. Тебя ведь так зовут?» «Да, но можно Магнита», — отвечает Эрик, посылая дразнящую ухмылку в сторону Людей Икс. «Слушай сюда, малыш», — Логан смотрит на Человека-паука, направляя коготь с обвинением на Магнита. «Не знаю, кто ты такой, но тебя это не касается. Не лезь куда не просит. Как ты можешь не знать Человека-паука?» Потрясенно бормочет Курт. Логан же игнорирует просьбу Человека-паука и бросается к Магнита, который все еще парил в воздухе с наглой улыбкой на лице. «Звездочка, вздох, звездочка, сам нарвался», — пробормотал Питер, пуская паутину в спину Логана. «А». Росомаха удивленно хмыкнул, когда Питер дернул паутину, отащил Логана назад и ударил его о землю, пробив пол внизу. «Звездочка, бух, звездочка». Снова повторюсь, Питер обращается ко всем в зале. Я пытаюсь вести цивилизованный разговор. «Следующий, кто?» Пока Питер говорил, Росомаха выпрыгивает из дыры в полу, направив свои острые когти в сторону Питера.